Это история о двух друзьях. Один был красным, а другой синим. И жили они в парке, но каждый на своей стороне. Красного друга звали Ила, а у синего имя было Мила. Каждое утро они встречались на дереве посередине парка, и пили яблочный чай с печеньками. Ну а каждый вечер они расходились по домам, чтобы на следующий день встретиться снова. Но видеться с каждым днем становилось все труднее и труднее. Как будто кто-то нарочно перекраивал устройство парка, менял местами все дорожки и деревья. А может эта память у Ила и Мила была уже не так хороша? В общем, как вы уже поняли, это серьезно осложнило дружбу наших героев. Вот такая грустная история приключилась. Но наша задача не унывать, а помочь главным героям найти путь друг к другу и наконец-то встретиться. И это не так уж просто. Сами видите, какие порой попадаются запутанные уровни. Мало того, куда ни глянь, везде ожидают преграды. То какие-то головы выскакивают перед нами и не дают пройти. То квадратные собаки носятся туда-сюда, думая лишь о том, как побыстрее сожрать квадратные яблоки. То истеричное нечто носится туда-сюда по карте, а ты попробуй его поймать, да еще и отобрать у него маленького собрата. Но самые наглые здесь, пожалуй, головы, которые совершенно безо всяких угрызений совести тылят из рюкзачков наших героев всякие полезные штуки. Ведь сами подумайте, бегать туда-сюда просто так, с пустыми руками, это совершенно бесполезное занятие. Везде-то на другую сторону можно перескочить, где-то подняться совершенно необходимо, а порой в другую плоскость перейти. Вот для этого нам и помогут всякие разные полезные кубики, которые эти вот самые поганные головы, да-да, я повторюсь, у нас абсолютно наглые среди бела дня отбирают. Ну, вы так не переживайте и не теряйтесь. Если вдруг какие вопросы возникнут, нам на помощь всегда готов прийти верный друг и помощник по имени Себастин. Товарищ, конечно, не без странностей, но, по крайней мере, как тут что работает и как с местными обитателями иметь дело, он всегда расскажет. А приключений впереди просто уйма. Уровни все будут разными и ни капельки друг на друга не похожими. Наши герои и в космосе побывают, и под водой поплавают. Правда, порой они сами виноваты в том, что с ними приключилось. Вот, поглядите. Однажды утром Ила и Мила сидели под деревом в самой середине парка. Они считали крошки от печенья, которые только что съели. Между прочим, их было ровно 47. И друзья были так счастливы, что снова рядом. Но как только им пришла в голову мысль, что вечером придется снова расстаться, как они оба загрустили. И плакали они и плакали, плакали и плакали, пока не нарыдали целое озеро, в которое оба и упали. Вот такие дела. А нам, понимаешь ли, расхлебывать. Но поверьте мне, занятие это безумно увлекательное, особенно если вы будете играть на пару с товарищем. Разгадывайте загадки пространства, ищите полезные предметы, спасайте братьев меньших. Ну а в одиночку можно и своеобразной мини-игрой увлечься. И все это под великолепное музыкальное сопровождение и небольшие лирические отступления. Вот, например, вы знаете, что однажды Себастьян потратил все свои сбережения на то, чтобы купить самый большой в мире чеснок. И хотя это было несколько лет назад, он до сих пор делает из него чесночный сок. Тот уже. И наконец-то узнаем, где счет побери третий эпизод Half-Life. Твою мать, кого они узнали, где его? Не знаю, но я сваливаю предупредить Гейба. Отвлеки их. Отвлечь? Это же Фонгейм. Извините, у нас обеденный перерыв. Приходите через неделю. Ярослав, приступай. А ну-ка, лишь когда Half-Life новая, хорош испытывать наше терпение. Субтитры сделал DimaTorzok